сейчас мы с вами проехали южный вокзал и вообще направляемся в сторону эта дорога сторону серделей на узгорыш вот мы подъезжаем в узгорыш такой зеленый наш узгорыш вот здесь тоже, видите, строительство идет ой, какой здесь сколько машин здесь всегда так, потому что сейчас Сергили стал такой большой район и вот эта дорога, она все время загружена вот здесь прям, вот он, мост узгорыш подъезжаем надо тут постоять, чтоб проехать что-то вообще застряли сейчас уже у нас начался учебный год но у нас, наверное, начался позже всех потому что мы только вот с понедельника все пошли в школу у нас здесь везде пробки теперь на дорогах так, вот, проехали мост узгорыш едем дальше очень плотной стеной, видите, столько машин ну, вообще, по этой дороге раньше почти ничего не было но сейчас вот все застроилось очень много таких торговых рядов и здесь именно торговые ряды, которые продают запчасти к автомобилям вот такой вот спецтехники строительной вот видите, сколько ее много для дорог, спецтехника как это называется, который асфальт выравнивает? да, бульдозер а, да, да, бульдозер точно ну вот, вот так, в общем а так вообще, это, вот здесь же кольцевая, да? да, вот сейчас мы, вот мы выезжаем направо, вот прямо это будет Сергеле, а мы направо свернули вот мы сейчас будем ехать вот это кольцевая, да, правильно? вот здесь сейчас мы выезжаем кольцевой дороге эта дорога тоже, она не такая старая ее не так давно построили и она, Сергеле, вот отсюда соединяет с ипподромом, вот с той стороной здесь, посмотрите, вот прям новый город все вот эти здания, сооружения торговые центры это вновь построенные сооружения видите, какие огромные мебельные там и это причем с обоих сторон так вот, видите и здесь, и там все так застроено и вот до Сюдова вышел массив Сергеле бывший но сейчас он называется Янгихайот который застраивает очень большой новый массив вот там идет строительство видно с дороги новых массив уже вообще вот Сергеле, оно досюда вот достроилось можно сказать, вышел прям вот, видите, сколько домов все это, видите, в процессе строения строительства находится вот, видите, все это очень новые видите, спецтехнику продают но в основном здесь, я же говорю вот для автомобилей все автоматы и справа и слева просто я не успеваю вертеть туда-сюда вот так слушайте, и машины базар здесь что ли, да, стал теперь и машины как будто продают в общем, все здесь если что-то нужно, касающееся автомобиля надо приезжать сюда вот здесь проходит мост наш это метро, наземное метро видите, Янгихайот-Тумани это новый район, который образовался в Ташкенте Янгихайот вот он застроен уже, видите, сколько многоэтажек все построили уже все заселено здесь уже живут жильцы в общем, все работает вот, видите, эта дорога Янгихайот-Там но Янгихайот-Там сейчас у нас известное место стало там клиника по лечению коронавирусных больных и поэтому вот в эту сторону в этой стороне все лежали у нас коронавирусные ну и до сих пор сейчас, кстати, у нас пик падает и это очень чувствуется но в этот раз от коронавируса умерло очень много людей многих моих знакомых действительно очень большие потери в этот раз не знаю, насколько, но очень много потери было так, ну вот так мы с вами сейчас выехали мы едем по Кольцевой дороге в сторону Иппадроба вот здесь какой-то парк, говорят, есть цветочный где-то он... а, вот этот, да? он большой парк, не знаете? ну, нет, но он, говорит, так величин вот надо было в этот парк пойти, цветы поснимать вот здесь у нас, знаете, в Ташкенте есть новый парк называется Flowers Garden, по-моему вот, а он так и называется, Flowers, видите? Flowers Garden Park ну, а вид очень красивый снаружи не знаю уж, сколько там никаких цветов нужно будет сюда тоже приехать, посмотрите в общем, едем если парк новый, надо подождать, пока подрастут деревья ну, в этой стороне у нас тоже картина такая же вот строят новые здания, сооружения дома жилые вот сейчас, так, это Челанзарский мост, да? нет, это Эргин а, Эргин, да, вот этот мост мы под мостом Эргин проезжаем и едем дальше вот здесь Здесь, видите, так как это кольцевая, еще как окраина города, можно сказать, поэтому вот такие, здесь жилой частный сектор, вот такие дома, старенькие, еще домики сохранились здесь, но рядом, вот видите, как обустраиваемся, новые здания строятся, и так по всей дороге, вот на протяженности всей дороги, вот видите, все строится. Скоро вот эта Махаляга, которую просили, нам заехать-то туда или с большой дороги, ничего. Видите, так как это кольцевая дорога, вот такие грузовики здесь ездят, вот знаете, я их не люблю. Когда они прямо рядом проезжают, такое чувство, что они на тебя прям залазят. Вот видите, какие этажки. И сейчас по всему городу идет строительство, но в городе как-то еще есть, где они запускают вот такой большой транспорт. Ну а по вот этим кольцевым это вообще, везде они ездят. Ну вот видите, вот строят, строят, все что-то красивое. Скоро нет, уже нет места, не скоро, а уже нет. Так, вот мы так сейчас подъезжаем уже к мосту. Вообще раньше вдоль вот этой кольцевой дороги здесь вообще почти ничего не было. Ну вот просто продавали, по-моему, напитки и все такое. А сейчас подряд идут торговые ряды и строят вот такие этажные, двух-трехэтажные. Это вот все будут торговые центры вдоль дорог. Вот сейчас мы поднимаемся на дорогу в сторону Челанзара. Но это мы едем, знаете, здесь ипподром. Мы прямо к ипподрому мы едем. Поднялись на мост. Да, прям в кармашек поедем. Вот это с синей крыши здание, это здание стоянки, этажная стоянка. Вы видите, сколько машин на дорогах. Прямо. Автостоянка огромная. Тут же заправка. Стоянка. Здесь на первом этаже. Здесь, видите, прямо у входа вот такой торговый ряд есть. Можно все купить. Здесь и продукты продают. Так, ну ладно, едем дальше. Целый базарчик здесь прям. Ну вот так мы с вами покатались чуть ли не по окраине Ташкента, по Кольцевой. Всем спасибо. И вам. Спасибо. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова